Эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель – затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. Всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Друзья, ну что, вы увидели интервью безумного бункерного деда. Его опять достали из Нафталина. Значит, видимо, нужно сыграть свою роль. Я сейчас объясню вам, почему именно нужно. И о том, как СБУ выявила новые планы врага. Важная, интересная информация. И о том, как мы можем помочь в этой ситуации. Каждый из нас может помочь Украине. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Вы подписывайтесь на канал, друзья. Нас уже 660 тысяч. Вот уже еще чуть-чуть и будет 700 тысяч. И последние видео отлично уже опять набирают. Все благодаря вам. И мы пробили этот теневой банк, который нам из-за жалоб российских ботов пытались устроить на YouTube. Поэтому, друзья, не останавливаемся. Продолжаем. Комментируйте, лайкайте, шерьте видео. Это все очень важно, чтобы как можно больше людей его увидели. Так Путина вытащили. И он дал интервью. Ну, во-первых, пошли разговоры, что может он уже вообще умер. Об этом стали уже писать такие более серьезные издания. Раньше только таблоиды такое писали. И поэтому, видимо, чтобы показать, что он не умер, достали. И он рассказал, ну, в принципе, он повторил все то, что мы с вами уже не раз слышали. Но там появились интересные вещи. Ну, вот, например, про нашу операцию Бововна. Рассказывает, нет никакой операции Бововна. Все, наши ПВО такие крутые, щелкают, как орехи. Послушайте. Это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. Буки, Тора, Панцири. Работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их, наша система ПВО, щелкают, как орехи. Уничтожены десятки. Просто десятки. Ну, видимо, от орехов загорелась нефтебаза в Белгороде, склады с оружием и много еще другого. Видно, все это орехи. Ну, знаем мы эти орехи. В общем, всем все понятно, но Путин продолжает делать вид. Ну, ему нужно это делать, пока россияне... Вон там женщина пошла в Батайске в уличный туалет. Это на России городок. Вот. Провалилась и утонула в говне. Пока вот так живет Россия-матушка, то нужно же что-то им рассказывать. Вот он им рассказывает, что у нас зато лучший в мире ПВО. В туалетах вы тонете в говне, но ПВО у нас лучший в мире. Правда, и то, и то вранье. Ну, уж как уж может, так и рассказывает. Но он на этом не остановился. Дальше начал рассказывать про западное оружие. Понятное дело. Значит, почему не нужно поставлять Украине оружие? Послушайте. Эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель. Затянуть как можно дальше вооруженный конфликт. Если они будут, то они будут поставляться. Из этого мы будем делать соответствующие выводы. И применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Ну, вот так, видите, потому что это все затягивает войну. То он-то надеялся уже давно Украину присоединить и пойти дальше, а тут ничего не получается и затягивает войну. Понимаете, и у него уже такой маразм, он даже не понимает, что он в одном предложении говорит, типа, западу не давайте им больше оружия, потому что мир, понятно, не хочет долгой войны. И в этом же предложении объясняет, почему его нужно дать. Потому что, ну, вот он же сам себе противоречит. Вообще, тут все очень просто. Я, кстати, вам рекомендую, вы говорите западу очень четкий тезис. Действительно, запад, мир, да неважно, запад, восток, все хотят, чтобы быстрее война закончилась. Цены на продукты в мире растут, цены на энергоносители в мире растут, беженцы. Никого это все не радует. А что нужно сделать, чтобы эту ситуацию изменить? Да все, друзья, просто. Вот вы говорите, смотрите, вот идет война. У этой войны есть три возможных финала. Три, других нет. Победа России. Но это означает, что он присоединяет Украину и идет дальше. Они же прямо это говорят, уроды путинские, что дальше у нас Польша, Балтийские страны. Ну, то есть здесь все понятно. Вариант второй. Длительная война, такой пад. Но это означает, что все затягивается на годы. Не мы не можем их остановить и отбросить, не они не могут продвинуться. Ну, в общем, вот такая ситуация. Ну, понятно, что это точно не конец войны, а наоборот ее растягивание на годы. И третий вариант. Победа Украины. Победа Украины единственный вариант быстрого окончания войны. Почему? Да потому что мы не хотим ни одного квадратного сантиметра в российской территории. Выкидываем их с своей земли. На этом поставили точку, война закончилась. Все. Вот это нужно объяснять. Ну, и, собственно говоря, Путин своими безумными интервью нам в этом, друзья, только помогает. Ну, и не только он. Достали, понятно же, и пропагандистов. Они тоже должны эту методичку про оружие качать. Да, кстати, они это и подоставали по всему миру. Начали выходить колонки в New York Times, Washington Post, в уважаемых газетах, в немецкой язычной прессе. Все на одну тему. Значит, что не давайте Украине больше оружия. Ну, мы уже поняли с вами, почему, понятно, цели тут России ясны. Но тут выпустили Соловьева. Послушайте, что несет этот идиот. Ну, вот это все бы ничего, кроме того, что на самом деле мы катимся к такому ужесточению. Мы катимся к таким реально кровавым страницам мировой истории. Что все те, которые говорят, мы считаем для себя, нет никакого ограничительной, которое было в договоренности между, там, в пакте Россия и НАТО. Мы сейчас поставим, что хотим, куда хотим. Ну, попробуйте. Попробуйте. Нам бы вот этот пережить. Если все будет развиваться так, как развивается, то где-нибудь на Байкале останется пара мутантов и все. Все остальное будет уничтожено в мощном ядерном ударе. Ну, вот так, друзья. Ну, два мутанта, это ты, Соловьев и Симонян. Посмотрите на себя в зеркало, вы точно два мутанта. Поэтому, в принципе, вы уже остались там на озере Байкал. Одни. У него, видите, у него травма по Фрейду все. Он все про озера постоянно вспоминает. Не можно сказать слово кома. Она из него, вот у него ком в горле. Кома в горле у Соловьева. Поэтому ему приходится произносить слово Байкал. Байкал. Ну, в общем, пусть дальше произносит слово Байкал. Про мутантов-то мы все понимаем. Достали даже алкаша Медведева. Этого проспался и выполз. И у него уже понеслись всадники апокалипсиса. Я не шучу, друзья. Послушайте Дмитрия Медведева. На секундочку. Был президентом этого безумного дурдома. Это не прогнозы. Это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Ну, а в это время уже весь мир-то понимает, с кем имеет дело. И даже на оккупированных территориях Донбасса, которым 8 лет промывают мозги, и перед этим много лет промывали мозги, они уже понимают, что происходит. После последнего обстрела Донецка, в соцсетях Донецка стали писать, что стреляли-то вообще-то из Макеевки. То есть это армия России стреляла. Можете писать, до них уже дошло. И на этом фоне, вот теперь про то, что выявила СБУ. Значит, Россия разворачивает новую важную информационную операцию, а именно создать образ русского солдата-освободителя. СБУ добило очень интересный документ. Посмотрите на него, можете поставить на паузу и внимательно прочитать. Чтобы изменить ситуацию, на думку российских спецслужб, треба створювати больше роликов про героев-освободителей, про порятунок тварин, визъединение разрушенных семей, то есть больше мемешных историй, таких, которых сейчас не хватает. Но весь мир понимал, что российская армия – гвалтивники, мародеры и военные злочинцы. У перехопления СБУ эти факти неодноразово подтвердили самі окупанти, рассказывая про катывание и расстрел мирных людей, про грабунок побудовой техники, поедание домашних собак то что. В общем, суть ясна. Вернуть, помните, в Болгарии русские солдаты, везде других, стоит над горою, жалко там не то имя, они, конечно, используют, в общем, стоит над горою Вовчик и Рамзанчик вдвоем, настоящие спасители. Сейчас вы будете видеть, вот четко они говорят, нам нужны иностранные СМИ, будем больше видео делать, сейчас понесется по их каналам, как российский солдат выносит котенка, как кадыровец своей бородой укутывает какого-нибудь малыша, значит, еще что-то делает, ну, это же русский солдат-освободитель. И найдутся, к сожалению, иностранные СМИ, которые будут это тиражировать, я об этом вам уже сказал, продажных людей много, а деньги у них еще есть, поэтому все это мы увидим, друзья, и поэтому очень важно наша с вами работа. Вот здесь мы развенчиваем всю эту пропаганду, мы говорим правду, и сейчас у вас есть возможность подорвать эту их операцию прямо на их старте. А для этого просто пошерьте это видео, подпишитесь, разошлите в группы своим друзьям, чтобы все посмотрели и знали, что на самом деле происходит. Друзья, спасибо вам, держим строй!